Очень простой. Музыка еще способна менять мир. Это я так для себя понимаю и на это надеюсь. Но у меня вопрос к вам, как к профессиональному журналисту. Чтобы музыка была услышана, они должны говорить. Вопрос, на который сложно ответить коротко и емко. Вопрос простой. Что сегодня с музыкальной журналистикой в России? Я очень много читал некрологов музыкальной журналистики. То есть ее хоронят все, кому не лень. Я в нее продолжаю верить. Потому что, опять-таки, из-за того, что потребление музыки очень сильно изменилось. То есть, если раньше между артистом и слушателем стояло несколько барьеров. То есть ему нужно было подписаться на лейбл. Там был, соответственно, человек, который выбирал, какую группу подписывать, а какую нет. Потом выпустить клип и попасть в ротацию на радио или на телевидении. Там решали люди, вот это стоит или не стоит. Я сам один из них. Вот. И только после этого он доносил свою музыку до слушателей. Сейчас это происходит таким образом. Вечером ко мне пришла идея. Ночью я записал ее на портостудию. Утром я подумал, хорошо бы снять клип. И к вечеру второго дня я его выложил на YouTube. Все. Проблема в чем? Очень много говна. Это был следующий вопрос. Я его предвосхитил. Проблема заключается в том, что открылось такое половодие музыки, что в нем разобраться очень сложно. И мне кажется, что каждый человек выбирает какие-то авторитеты для себя, которым он прислушивается. В каком-то случае это телеграм-каналы о музыке. В каком-то случае это просто друзья по тиктоку. В каком-то случае это музыкальные журналисты и серьезные издания. Но должны в этом мире быть какие-то лоцманы. Я, собственно, и себя рассматриваю всю жизнь как лоцмана, который старается подсказать какой-то курс через этот гигантский музыкальный океан. Поэтому я не думаю, что музыкальная журналистика умрет, поскольку лучшие музыкальные журналисты это как раз лоцманы. Спасибо. Спасибо за ответ. У нас есть вопрос. Задавайте вот так, вы ли, первый. Он работает? Да, работает, но мы слышим. Добрый день. Спасибо за лекцию. Я хотела спросить про музыкальные фестивали. Я себя слышу. Вот смотрите, есть кейс Вудстока, который без политической повестки, но это точно про свободу. То есть там все слились в экстазии и получился в хрестом отдельный кейс. Сейчас многие музыкальные фестивали тему свободы используют в позиционировании. Ну как состояние души, что это там три дня свободы. Что вы думаете о музыкальных фестивалях в России и возможен ли у нас в каком-то виде Вудсток? Нет. А о фестивале что думаете? Потому что он невозможен ни у нас, ни там. Попытки, как вы знаете, наверняка реанимировать его были. Не самые удачные. Последнее закончилось массовым скандалом за счет того, что там умудрились изнасиловать несколько посетительниц во время сета Red Hot Chili Peppers. Вот. И невозможно это было то, что называется once in a lifetime event. Но я абсолютно не согласен с вами, что не было политической повестки. Политической это не значит, что со сцены кто-то должен обязательно орать политические лозунги. Нет. Это было время, когда вся Америка была возбуждена, ее лихорадило по поводу вторжения во Вьетнам. Конечно, это взаимосвязано, то, что случилось в Вудстоке, и то, каким образом потом Америка восстала против войны во Вьетнаме. Что касается того, как слово «свобода» используют разные фестивали, слушайте, хорошее слово, пусть используют как угодно. Для меня самая трагическая история, связанная с фестивалями за последние десятилетия, это альянс нашествия, фестиваля, который, собственно, я придумал и запустил с Министерством обороны. Вот это абсолютно неприемлемая, на мой взгляд, вещь, которая, конечно, на мой взгляд, должна была бы встретить единый фронт музыкантов, которые отказываются выступать на фестивале, где в полукилометре от сцены выставка военной техники, и там даже открыт пункт, в котором объясняют, как стать добровольцем и пойти в коммерческую армию, воевать на Донбасс, читай в то время подтекст. Но таких музыкантов, которые против этого протестовали, нашлось очень немного. Это, конечно, стали те самые отмороженные панки, которые, кстати говоря, вот как порнофильмы, в то, что называется «in a long run», на длинном промежутке, показывают себя самыми честными, самыми свободными, самыми порядочными людьми. Были еще несколько групп, которые решили, мы сыграем свой пацифистский сет и тем самым будем протестовать против присутствия Министерства обороны на площадке нашествия. Но, как бы, не мне критиковать их выход. Я, конечно, просто был бы счастлив, если бы я увидел вот имена всех этих звезд, которые сказали, мы не будем выступать на фестивале музыкальном, которые курируют Министерство обороны. Но этого не произошло. Сейчас нашествие отказалось от спонсорства, ну, от курации. Для них же это тоже выход. Почему им нужно было Министерство обороны? Потому что они их прикрывают, берут под свое крыло, решают вопросы. Понятно, что никто не посмеет отменить или затронуть вообще фестиваль, в котором в партнерах Министерство обороны. Но это время тоже закончилось. Теперь у них должен был быть партнер Роскосмос. Они 2-3 месяца назад объявили, что они делают нашествие в этом году, перенося его в новое место, в Серпухов. И вчера фестиваль отменили. Но, как бы, официальная причина эта, связанная с ростом, опять-таки, тяжелой статистики по коронавирусу, что, наверное, разумное решение. Но что на самом деле, я не знаю. И, в общем, когда узнаю, не смогу вам рассказать об этом. Меня уже здесь не будет. Спасибо. Друзья, вот попробую на сроку вопрос. Здравствуйте, спасибо большое за выступление. Вопрос про музыку и протестное настроение. Безусловно, музыка может задавать его. Но также музыка может и гасить это настроение. Как вы к этому относитесь, хорошо это или плохо? Еще раз объясните, пожалуйста, я не очень понял. Музыка может гасить? Ну, в музыке можно выплескивать энергетику. Да. Любую, в том числе настроение, в том числе протестное. Хорошо это или плохо, если в музыке оно выплескивается и тем самым гасится какая-то часть протестного настроения, может быть. Хорошо. Отвечу, как пойму. Спасибо в любом случае за вопрос. Артист вообще никому ничего не должен. Это общий принцип. Он ни перед кем не отчитывается. Он делает только то, что вот прям Бог на душу положит. Поэтому никакие требования к нему предъявлять нельзя. А почему ты, уважаемый Александр Васильев, и твоя группа Сплин до сих пор не написала ни одной протестной песни? Да потому что группа Сплин пишет не об ураганах внешних, а об ураганах внутри. И это то, как они умеют писать, то, как он дышит. И от него ничего нельзя требовать. Самое важное, то, что мне кажется, у меня включается и начинает звенеть, это искренне написана песня или нет. Это очень ярко всегда видно на живых выступлениях. Когда ты смотришь на группу. Я помню, и Гиппоп один раз сказал, что можно сто раз обмануть всех на студийной записи, но ни одного человека ты никогда не обманешь на живом концерте. Потому что тут все видно сразу. И на живом концерте всегда видно, искренне или нет. И я уже не буду, ну хотя вспомню чудовищные примеры, когда по государственной задумке создается какая-то условная группа или какая-то песня, которая имеет свою цель, ну там, я не знаю, выступить на фестивале Евровидения, за что Беларусь дисквалифицировали в этом году. Потому что это было чудовищное прямо убожество, которое было сделано исключительно для прославления режима Лукашенко. Вот если привести вот такой радикальный пример, когда песни гасят протесты, ну я думаю, что этим людям, которые это сделали, стыдно выходить из дома в Минске. Просто потому что на них смотрят так, ну как на абсосов просто. Поэтому я верю в то, что сделано искренне, когда мой бывший сотрудник и многолетний друг Александр Ф. Скляр, лидер движения «Учитесь плавать», создаёт, он стоит на Крымском мосту и поёт вместе с каким-то там Денисом Майдановым или Ольгой Кормухиной песню «Забиваю свою, я свою забиваю». Это вызывает у меня вопросы. Куда же делся твой анархистский угар, Александр Феликсович? Но при этом я знаю, что он это делает искренне. То есть он искренний крымношист. Он такой как бы последователь Дугина, идеи великодержавного империализма, Россия как мать всея Руси, колыбель народов и всякая вот это вот. Всё, не хочу опять говорить плохие слова. Но Саша делает это искренне. Мы с ним можем об этом долго спорить. Как бы его право, я повторяю, артист никому ничего не должен. Спасибо большое. Ваш вопрос по центру. Здравствуйте, Михаил. Я из Беларуси. Привет. Спасибо. Спасибо большое. Хотелось бы узнать ваше мнение относительно тех российских артистов, которые после известных событий приезжают к нам в Минск и выступают на мероприятиях, организуемых властью. Спасибо. Это очень тяжелый вопрос. Я понимаю, почему вы его задаете. Значит, смотрите, есть артисты, которые детально вникают в каждый шаг, который предпринимается от имени, от их имени, от имени их бренда. Я таких артистов знаю много. Есть артисты, которые просто не успевают отследить все то, что происходит от их имени. Вот я приведу сейчас, не связанный с Беларусью, но яркий пример, поскольку мы говорили о ногу свело сегодня. Вот пример так называемого шашлык-феста. Это в 2019 году, в тот день, когда по Москве должны были, Москва должна была быть всколыхнут, всколыхнуться различными митингами, связанными с оппозицией, государство инициировало в парке Горького фестиваль «Шашлык-фест», основной целью которого было, конечно, оттянуть молодежь, чтобы она пришла не на улицы, не вышла, а пришла смотреть своих любимых артистов. И там вы должны были выступать группа «Сплин», группа «Чаев», группа «Ногу свело». И единственные из этих трех, кто заморочились понять, а что это такое, с чем это едят и зачем их в этот день вытягивают на эту площадку, были «Ногу свело». Они просто проанализировали ситуацию и поняли, что это вообще не про любовь к группам. Это про то, чтобы оттянуть молодежь с улиц. Я подробно разговаривал об этом и с Володей Шихрином, и с Сашей Васильевым. Прям задавал им конкретный вопрос. Не у микрофона, не публично, просто за кулисами и в частной беседе. Я говорю, вы что, не могли понять, что ли, что вас просто юзают, используют, что это не про то, не про любовь народную к вашей группе. Вы просто становитесь приманкой на удочке. И оба, оба в один голос сказали, «Послушай, Миш, мы вообще ничего не знали». Васильев сказал, «Я за 15 минут до выхода на сцену вдруг услышал от кого-то, что в этот момент в Москве происходят митинги. Мы реально не вникаем в эту вашу московскую повестку. Мы парни из Питера, нам по подвалам и нормально». Ну, то есть, они просто не заморочились понять контекст. Шахрин точно так же говорит, «Я, говорит, расхлебывал после этого год целый, тонны этой хейт-мейла у себя в ящике, которые мне присылали, проклиная меня, говоря, что отныне никогда, что ваша группа это и так далее». Просто они не понимали, во что их вовлекают. Я думаю, что во многих случаях с концертами в Минске происходит та же самая ситуация. То есть, у меня было пара друзей-артистов, которые собирались в Минск, и я, поскольку я нахожусь ввиду того, что работаю на «Дожде», одновременно в политической повестке и в музыкальной, я им говорил, «Вы не понимаете, что вы в зал, который принадлежит Лукашенко, продвигается Лукашенко и спонсируется Лукашенко? Вы едете туда давать концерт? Вы как это вообще можете сделать?» Они такие, «Да ладно! Мы вообще не понимали, куда! Подожди, мы сейчас разберемся!» То есть, это, как правило, происходит потому, что директора, эта работа на самом деле директоров в этих командах, они находятся не в контексте того, что происходит чуть-чуть шире, чем их конкретный гастрольный бизнес. Ну, потому что, мне кажется, что, ну, сейчас невозможно, я, правда, мало обращаюсь, общаюсь с безмозглыми поп-артистами, но среди вменяемых артистов, ну, сейчас невозможно никакой другой эмоции по отношению к белорусской власти и по отношению к этому ублюдку испытывать. Никакой. Поэтому я думаю, что сердце у всех на месте. Спасибо за вопрос. Задавайте свой вопрос по правую конкурсу. Здравствуйте, Михаил. У меня, собственно, следующий вопрос. Недавно я познакомился с песней «Скованная одной цепью» и я с удивлением узнал, что она записана в Екатеринбурге. У меня несколько вопросов. Первый. Сейчас, сейчас, сейчас. Не аплодируем, не смеемся. Как в 86-м году, когда еще был старше сильный такой коммунистический режим, удалось записать такую антисоветскую песню, по сути. Как это было возможно в то время? Ведь 86-й год, еще не 90-й, не 91-й, так сказать. Вас ждет много. Отлично. Я бы сейчас с удовольствием, конечно, передал слово своему однокласснику Деми Карасюку, который исторический хроникер группы «Наутимус Мамбилиус». Но мне, конечно, на этот вопрос отвечать очень странно, потому что это, как бы, это мое ДНК. Но опять, возвращаясь к моей мысли о том, чем строже режим, тем ярче музыка, «Наутимус Мамбилиус». Это гений Ильи Кормильцева, великого русского поэта и автора основного количества текстов группы «Наутимус Мамбилиус». И Слава Будусова, который, конечно, магнетизм и масштаб группы «Наутимус Мамбилиус» взял на себя, и поэтому это стало в какой-то момент ты путешествовал по стране и не было ни одного, ни одного города, ни одной машины, в которой ты не слушал, не слышал музыку «Наутимус Мамбилиус». Это вот в тот момент, когда выстрелил этот альбом «Разлука». Но я вам расскажу еще одну деталь, просто как «Вишенку на торте». В 2000, сейчас, это был 99-й, по-моему, год, мы делали, когда в Москве были взрывы на улице Гурьянова, потом Волгодонские, Буйнакские, были террористические взрывы, и какое-то большое количество людей остались без крови над головой, и мы на нашем радио, которое только-только начал вещать, мы думали о том, что же можно сделать, как можно помочь. И мы объявили в два дня, в субботу и воскресенье, аукцион эфирный. Просто попросили музыкантов приезжать в нашу подвальную студию, мы тогда еще были прям в подвале, буквально под землей, играть живые концерты и принести что-то, что для них представляет ценность, и они могут с этим расстаться и выставить на аукцион. И это был потрясающий уикенд, мы собрали, мы планировали, ну слушайте, если 5 тысяч долларов соберем, это будет уже дико круто, это я напоминаю вам 99-й год, мы собрали, по-моему, 35 тысяч долларов, которые передали непосредственно тем семьям, у которых разрушено было жилье. и самым самым крутым лотом на этом аукционе оказались палочки барабанщика группы Ария. Есть вещи, которые я не пойму никогда. Но на втором месте был черновик песни, скованная одной цепью, которую прислал Слава Бутусов из Питера. Это был рукописный черновик Ильи Горбильцева с его со славянными исправлениями. И я, когда вот эту штуку получил, у меня прямо реально тряслись руки, потому что я не мог поверить, что я лежу, что я держу в руке вот этот подлинник этой великой песни. И что меня больше всего поразило, это то, что в этом черновике он был написан обычной черной ручкой Ильей, а слава исправлял красный. И там была строчка «За красным восходом коричневый закат». И слово коричневый было вычеркнуто славянной рукой, и вместо коричневой было вписано розовым. Потому что уже тогда коричневый это казалось слишком опасным и слишком вероятным. Это связано было с цветом фашизма коричневого и с возможностью реставрации фашизма в той или иной степени в Советском Союзе. Поэтому вот этот черновик я надолго запомнил. и продолжая вопрос собственно недавно я увидела что в 2016 году они с этой песней вступали на Первом канале и ее пели и она в принципе транслируется с большой массой. сегодня я как-то вижу что эта песня что ли она исчезла из повестки о ней что ли как-то не вспоминают. И мне стало от этого немножечко грустно даже потому что она действительно такая вдохновляющая спустя 30 лет актуальна. у меня собственно такой некий вопрос почему она как-то сейчас не воспроизводится и где условно те протесты группы 80-90-х годов мне кажется не подняли современный боевой дух так сказать вот этой протестной музыки. Вы говорите о той же песне «Скованная ноция». Во-первых посмотрите фильм «Стиляги» где она полностью переработана в нее добавлен текст это фрагмент который я показывал прямо здесь в этом зале в 2018 году это одна из мощнейших сцен в отечественном телевидении сериал называется «Стиляги» и там скованы одной цепью это первое второе что гораздо важнее я честно говоря не могу отслеживать судьбу одной песни насколько она находится в фокусе внимания или выходит из фокуса но гораздо важнее где те лидеры протеста куда они делись и я должен вам сказать что я не без душевной боли наблюдаю за тем что с ними происходит но опять сибирями держу в голове тезис ты ни от кого ничего не имеешь права требовать вот не пишутся песни значит не пишутся все это ну вот разорвался этот серебряный шнур а потом может быть восстановится но при этом я остаюсь яростным поклонником тех групп которые вот этого духа свободы не утеряли с тех пор и я могу в этом отношении назвать трех артистов которые были моими героями и остаются моими героями и я как бы это смешно звучит но в сложные минуты жизни я даже спрашиваю себя а что бы на это сказал тот или другой и как бы он поступил на моем месте это Борис Гременщиков это Юрий Шевчук и это выступающий сегодня вечером здесь у нас с вами Андрей Макаревич спасибо большое спасибо за вопрос друзья время для последнего вопроса мы к сожалению не так много времени как хочется у нас с вами есть задавайте Павел Рубцов задает вопрос к вопросу о том как называется лекция меняет ли музыка мир можно конечно по платоновски либо там домовски определять что с изменением музыки меняется государственный строй можно Шпенгера вспомнить а можно вспомнить я не знаю что сделать или нелюбимого вами тоже певца Свободы Егора Летова которого одной из своих последних песен заключающих у него рефреном идет никто не проиграл является ли музыка вообще чем-то меняющим или музыка это просто тот способ выражения который есть у тех у кого есть помимо музыки достаточно много чего сказать и ваши ответы последние об этом и говорят потому что если у меня есть ощущение свободы я могу выразить его неважно как через музыку стихи через танец там не знаю или просто выйти на лавочке покричать о чем-то в этом плане является ли музыка тем более в том самом состоянии о котором вы сами говорили она обесценилась потому что если раньше я эту монетку хотел положить в сундучок и зарыть в качестве клада то теперь я ее быстренько обменяю на что-нибудь в спотифай и нету музыки такого больше инструмента для того чтобы хоть на что-то влиять когда этот был способ в наше время что-то поменять или высказаться точнее об изменениях лекция часть вторая начнем итак нет спасибо отличный вопрос нам надо с вами отдельно пойти и ну примерно так коротко часов 8 поговорить на эту тему особенно про Шпенглера так короче собственно в вашем вопросе и есть ваш ответ с одной стороны я понимаю что мир настолько изменился что мне больше никогда не надо будет ехать на толкучку на шувакиш и выменивать там из-под полы по спекулятивной цене любимые альбомы собственно это вот нажатие на кнопку но я могу вам сказать что позавчера открываю сейчас у себя iTunes я так нет это не группа Кровосток сейчас вот Тима ищет свет это возьмите просто скачайте и послушайте это офигеть как круто я не знаю кто это я не знаю из какого это города этот чувак но альбом называется Зеркало я прямо охренел от счастья когда я его слушал и вот этот процесс с этими новыми Тимами которые или как группа портофильмы там же вы поняли что в этом месиве нет ни одного человека моего возраста и может быть даже вашего но там есть вот эта ярость и эта шпана которая может поменять этот мир и никуда мы от нее не денемся и никакое государство ее не задавит ну ладно тогда они сегодня они не ездят по рынкам и не передают друг другу из-под полы записи хотя никто нас не застраховал от того что это время тоже настанет но сегодня они одной кнопкой это дело решают но музыку нельзя остановить она все равно будет звучать на баррикадах рано или поздно я просто очень надеюсь до этого дожить друзья за всем наверное мы вынуждены оставить давайте в завершение мы поставим сейчас Михаил Анатольевич подскажет что включить а я поблагодарю нашего сегодняшнего спикера Михаила Козырева еще раз искупаем в облуде спасибо спасибо